Евгения Резник признается, время, проведенное в городской больнице номер 8, что на улице Петра Сухова, старается не вспоминать. К врачам и процедурам, говорит, претензий нет. Помощь оказали на достойном уровне. Одно мешало сосредоточиться на выздоровлении – тараканы. В палате, возле умывальника, по стенам. То есть можешь ночью открыть глаза и увидеть этого друга. Очень упитанные господа. В туалет лучше ночью не ходить. Они просто падают на голову. В таком соседстве в отделении терапии на четвертом этаже Евгения провела несколько недель июня. Говорит, лежала там и раньше, в 2013-м, и ничего не изменилось. Те же тараканы. А вот фотографии и отзывы из соцсетей других пациентов в 8-й городской. Все продукты, даже не требующие холодного хранения, нужно держать в холодильнике в завязанном пакете. Мусорных ведер не положено. Причина простая. В больнице есть тараканы. Рыжих зверей и их маленьких черных братьев не особо много. Толпами не ходят. Но в тумбочках, на стенах, у раковины мы их видим регулярно. Отправляемся в больницу. Здание постройки середины прошлого века. Качеством медпомощи люди в целом здесь довольны. Не замечают многие и других неудобств. Я не видела ни одного таракана, если честно сказать. Я до второй день лежу только. Практически нет. Ну, одного-двух видел, а так нет. В общем-то, ухожено. Кварцует постоянно, протирает. Вполне очень прилично. Ну, четвертый этаж. Не знаю, как первый, второй. Я видел фотографии. Там прям куча тараканов действительно в мойке. Кто-то, видно, специально собрал в кучу. Я вам говорю. Нет тараканов. Не видели? Нет. Я врач, я дежурю круглые сутки, поэтому нет тараканов. Внутри при беглом осмотре отмечаем чисто. Насекомых не видно. Показываем эпидемиологу больницы главную улику – фото из соцсетей. И слышим неожиданный ответ. Это, скорее всего, не наше лечебное учреждение. Почему? Ну, потому что такого линолеума у нас в нашем лечебном учреждении нет. Зато тараканы, призналось, действительно бывают. В последний раз насекомые появились с началом отопительного сезона. Больница тут же заключила контракт на дезинсекцию, которую с тех пор проводят раз в квартал. Последний раз травили насекомых на прошлой неделе. Но одиночные особи, признает специалист, в больничных коридорах все же могут встречаться. И сами пациенты играют здесь не последнюю роль. В нашем лечебном учреждении экстренные пациенты, которые так же поступают со всего края, несут вещи свои, то есть большое количество сумок, вещей, продуктов питания. То есть, что это заносится так же. Мы не отрицаем, что это присуще, но не в таком количестве. Не исключено, что такую же картину можно встретить ни в одном медучреждении края. Во всяком случае, если обратить внимание на комментарии в соцсетях к фотографии с тараканами. Евгения до сих пор вспоминает пребывание в больнице с содроганием. И надеется, что ее очередная терапия пройдет без незваного персонала. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.